Сегодня в регионе зарегистрировано 132 тысячи компаний индивидуальных предпринимателей и 118 тысяч самозанятых. В общей сложности в малом и среднем бизнесе работают более 618 тысяч человек. Это четверть трудоспособного населения Самарской области, и сейчас на них возлагают особые надежды. Малый бизнес имеет более гибкие возможности для перестройки. Он должен стать драйвером развития экономики. Об этом говорили на пленарной сессии «Россия и мир. Новые возможности». В 2020 и 2021 годах в виде различных мер поддержки самарский бизнес получил более 45 миллиардов рублей. Принятые в этом году меры позволят привлечь почти на 20 миллиардов больше. Вы знаете, что мы столкнулись с беспрецедентными по своему масштабу и несправедливостью экономическими санкциями развязана информационная война против нашей страны. Это касается каждого гражданина Российской Федерации и, конечно же, предпринимательского сообщества. Но эти условия, конечно, дают нам и колоссальные возможности. В первую очередь, плоскость импортозамещения. Я очень рад, что промышленники, предприниматели Самарской области не опустили руки в этот момент, а мобилизовались и находят новые возможности, новые решения для замещения открывающихся ниш, ведения бизнеса, поставки продукции, выстраивают заново и технологические, и с бытовыми цепочки. Коллеги, вот такой настрой, оперативность, с которым сегодня бизнес-сообщество Самарской области работает, это залог нашего успеха и опережающего развития. Областные власти провели работу по получению крупнейшими предприятиями региона статуса системообразующих. И сегодня трудовые коллективы получают дополнительную поддержку, как на федеральном, так и на региональном уровнях. От срочка страховых взносов коснется более 12 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Отменено более 80 проверок, запланированных региональными и федеральными контрольно-надзорными органами. Целый ряд предложений, инициированных самарским бизнесом, получил федеральную поддержку и сегодня уже воплощен в жизнь. Кардинальные изменения, которые произошли в конце февраля, ударили по финансовому сектору и повысили риски стабильности, в связи с чем Банк России предпринял целый ряд различных шагов, в том числе повышение ключевой ставки до 20%. Такое повышение процентной ставки позволило купировать риски финансовой стабильности и не допустить неконтрольного и бесконтрольного роста цен. Деньги вкладчиков начали возвращаться в банки, поскольку подросли депозитные ставки, но это ужесточило условия банковского кредитования. И поэтому правительство, совместно с Банком России и отдельные проекты, отдельные государственные институты поддержки запустили целый ряд различных мер поддержки, о которых сегодня коллеги очень много говорили. И в нашем регионе эти меры поддержки активно работают, активно ими пользуются бизнесом. В результате принятых мер риски финансовой стабильности снизились. Стабилизировалась ситуация в финансовом секторе. Потребительский ажиотаж, который был в марте и отразился на ценовой динамике, сходит на нет. Ситуация нормализуется, повысилась склонность населения к сбережению. По данным Центробанка, в апреле приток средств вкладов населения практически полностью компенсировал тот отток, который сложился в конце февраля и в течение марта. Таким образом, возникла ресурсная база в банках для продолжения кредитования. Оно для самарских предпринимателей льготное, поставки 5%. В этой связи крайне важна работа сети центров «Мой бизнес-63», в которых из первых рук предприниматели могут получить информацию о мерах поддержки как на уровне Российской Федерации, так и регионального правительства и о тех возможностях, которые этот период открывает для развития предпринимательства. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Контроль надзор головолоса.